1 сентября в 96-м году на вот этом же льду Рижского дворца спорта проходил так же, как и на этой неделе, квалификационный олимпийский турнир. Тогда, правда, на кону была еще не непосредственно путевка на Олимпиаду в Наганов. Победитель тех отборочных соревнований получал право позже, уже в начале февраля 97-го, выступить на финальном турнире олимпийской квалификации. И вот так же точно, как и сейчас, и 8,5 лет назад, к последнему матчу между собой, без очковых потерь, подошли две сборные Белоруссии и Латвии. Отмечались та ситуация и нынешняя лишь одним. Тогда латышей устраивала и ничья. Нынче же лучшая разность заброшенных и пропущенных шайб у белорусов. Так что мирный исход на сей раз для них будет равносилен победе. С того состава нашего 96-го, этой рижской квалификации, три игрока. Хмырь, Яркович, Солей. У латышей аж целых 10. Напомню вам, что наши земляки тут последовательно переиграли поляков 3-2 и словенцев 7-2. Хозяева этого же турнира, разумеется, в иной очередности, встречаясь с теми же соперниками, вписали в свой актив следующие выигрышные результаты 2-1 и 3-1. Естественно, битком заполнены трибуны больше 5000 болельщиков этого старенького ледового дворца. И сами понимаете, что сегодня не только против, естественно, сильной, естественно, амбициозной сборной Латвии, которая, ох, как хочет второй раз не уступить нам в личном споре путевку на Олимпиаду. Здесь даже в одной из газет вышел отчет под красноречивым заголовком «Отомстим белорусам». Ну ладно, об этом все чуть позже. Так вот, во втором своем матче латыши выиграли здесь у поляков 3-1. На исходе второго периода за минуту и 24 секунды до его конца Мартин Черкавский выиграл поляков вперед. Через 17 секунд счет сравнял там Георгий Пантелеев. Видите, почти две трети часа игрового времени. На двоих соперники не могли забросить ни одной шайбы, а тут за каких-то 17 секунд им менялись голаби. Затем на 12-й минуте третьего периода Александр Семенов 2-1. За минуту 38 до сирены Мартин Шципулис 3-1. В самом конце той игры две пары игроков-хоккеистов помахались кулаками. Ну и Олива, а к нему тут понятно почему наш особый интерес, получил 2 плюс 10. 2 плюс 10 минут открыли калиточку и он досрочно пошел в раздевалку. Ну а белорусы в минувшую пятницу в эффектном стиле обыграли славянцев 7-2, уступая после первого периода 0-1. Солировали Гробовский, хитрик у Миши был и Крутиков. Алексей забросил две шайбы. Савит, кстати, напомнил о традициях Владимира Копотя. Была там курьезная шайба одна Алексея Крутикова. Наши славянцев по броскам переиграли 31-23. Больше всех бросков 4 нанес Крутиков, 2 шайбы, 50% эффективность. У Гробовского 100%, 3 броска, 3 шайбы. Наверное, заметили болельщики, что у наших земляков они и сегодня третью подряд игру в красной форме. Во встрече со славянцами были много изменений, перестановок в ходе матча. На мой взгляд, хоккеисты Кираминовской пятерки были явно посвежее многих игроков юности. И на мой взгляд, наверное, Михаил Захаров сегодня чаще будет и в большинстве использовать Кираминовцев. Прямые телетрансляции о двух предыдущих матчах сборной Беларуси в Риге выходили в эфир в рабочие дни. В то время, когда многие из вас, наверное, и не очень-то могли их посмотреть. Посему я себе в ходе репортажа позволю в сжатом виде повторить кое-что из той информации, которую сообщал в четверг и в пятницу. В самом начале второго периода нашего матча со славянцами шайба попала в глаз Руслану Салею. Сразу же капитана нашей сборной повезли в клинику. Михаил Захаров на послематчной пресс-конференции огорошил всех журналистов сообщением, что у Салея очень серьезные проблемы с глазом. К счастью, все оказалось не так грустно. Беседовал я и с Русланом, и с доктором сборной Василием Тараном. Динамика положительная, и дай бог обойдется. Руслан сегодня сыграть, конечно, не сможет, но он рядом с партнерами. На скамейке запасных будет поддерживать игроков. Тейпирована нога у Константина Кольцова. Все остальные играют, сразу скажу. Просто сообщаю, у кого травмы. Дмитрий Мелешко, вы помните, из затравмированной ключицы пропустил игру со славянцами. Сегодня сделали блокаду, укол. Центральный нападающий Кераминовской пятерки будет участвовать в матче. Ну и Алексей Калюжный в клубе в Омском авангарде недели две назад, после столкновения с Буцаевым, получил сотрясение мозга. Но он играет. Сам Салей поначалу еще в пятницу, несмотря на то, что из-за кровоизлияния и глазом-то видеть особенно не мог. Пытался убедить и медицинский наш персонал и тренеров, что обязательно в воскресенье выйдет на лед. Боец, мужчина, что тот скажет. Признаюсь, когда еще не было толком, ясно, сможет ли Руслан сыграть. Я подумал, а кто его знает, чем черт не шутит. Возможно, еще раз работает известный нам по недавнему матчу Кубка Дэвиса Беларусь-Россия. Эффект, назовем его так, Сергея Тетерина Владимира Волчкова. Понимаете, о чем разговариваю. Конечно, появляйтесь сегодня Салея. Это был бы шок для латышей. Но нет, Руслан играть не может. Итак, у нас, разумеется, в воротах Сергея Шабанова. У нас сегодня будут четыре звена в атаке. Ну и, наверное, начнем тремя парами защитников. Хотя есть в распоряжении Захарова и седьмой защитник. Итак, наша первая пятерка. Десятая Антоненко. В каждой из двух предыдущих встреч Олег здесь отмечался в заброшенной шайбе. Он вообще самый результативный игрок турнира. Два плюс три, пять очков. Семьдесят первый Калюжный. Семьдесят седьмой Есаулов. Снова Евгений вернулся в эту тройку. И защитники. Третий Хмель, седьмой Яркович. У хозяев турнира. Четырнадцатый Тамбиев, двадцать седьмой Семенов. Нет, извините, другая тройка. Тринадцатый Пантелеев, двадцать восьмой Озол. Семнадцатый Ниживий. Защитники шестой реки с третий капитан команды с Крастинш. Сергей Наумов защищает ворота сборная Латвия. Естественно, в этой игре, ох, как важно, друзья, дорожить голевыми моментами. Но многие ждут, что будут команды осторожничать. Выжидать ошибок соперников. И вроде так предположение, что не слишком много будет-то забивных ситуаций. Ну и, естественно, естественно, не ошибаться. Понятное дело, игра вратарей. Вот в таком матче выходит, ну, на супер первый план. Константин Кольцов. У него двадцать восьмой номер. Восемнадцатый Гробовский. Четырнадцатый Страхов. Есть здесь перестановка. Страхов заменил Горченюка. А в этой нашей тройке. И защитники у нас. Тридцать седьмой Стась. И с Сергеем в паре двадцать шестой номер Олег Микульчик. Константин Кольцов сегодня капитан нашей сборной. У латышей. Давайте сразу разбираемся окончательно составами. Второй Лавинш. Четвертый Сейейск. В атаке девятый Антепанц. Двадцать пятый Спрукс. Двадцать девятый Ципулис. Это проброс. Привезут лайнсмены. И самое время мне вспомнить об арбитрах. С красными повязками. Такой довольно высокий атлетичного телосложения. Немец Франко Визовс. Доселе он здесь работал на одном матче. Латвия-Словения. Лайнсмены. Датчанин Ронни Якобсен. Россиянин Константин Горбенко. Представляю вам следующие квинтеты. Белорусский. Двенадцатый Савин. Двадцать второй заделенок. Пятьдесят пятый. Гольченюк. Я вам сказал. Страхов и Гольченюк поменялись местами. По сравнению с предыдущим матчем. И кераминовская пара защитников. Пятый. Рединский. Саша Броссал. Двадцать третий. Башко. Восьмой Озалинш. Двадцать третий. Трибунцов. Защитники сборной Латвии. Семнадцатый. Ниживи. Двадцать восьмой Озал. Тринадцатый. Пантелеев. Наумов останавливает шайбу. Трибунцов на Озалинша. Озалинш почти полгода не играл. Лишь две недели назад прилетел из океана в Ригу. И первое удаление. Немец посчитал, что там была задержка соперника Клюшкой. И отправляет, к сожалению, дорогие друзья, в бокс для штрафников нашего защитника Александра Рединского. Ну, немного картинно и падал Микелис Редлих. Но, наверное, все-таки был фолк. И первая пятерка Александра Семенова. Выходит у балтийской команды играть в большинстве. Просит вместо Калюшного, а Лайнсмен, встать на точку выбрасывания другого нашего хоккеиста. А это был Олег Антоненко. Ну, Олег там тоже так упал, показывая всем своим видом судье, что не по собственной инициативе решил он коснуться льда. Калюшный и Семенов на точке выбрасывания на сей раз шайба у нас. И Олег Хмель нормально и спокойно выбрасывает ее. Но пока лишь треть минуты отыграли наши земляки в меньшинстве. Рекис, рейд защитника, Иркович его встречает. Не живи. Нет, Тамбиев опередил наш защитник. Но по-прежнему шайба в зоне белорусов. Тамбиев. Попытка заворота на Семенова. Скрастен вдоль бортика. Вновь в шайбу попадает Карлисо. И наши могут хорошую контратаку провести. Похоже, успел подставить клюшку защитник сборной Латвии при броске Алексея Калюжного. А слева Антоненко не отстал. Поддерживал эту атаку нашей команды. Да, действительно была подставлена клюшка. И, конечно же, вбрасывание будет возле ворот Сергея Наумова. Ну, Наумов защищал ворота сборной Латвии в первом матче. Пропустил одну шайбу во второй встрече. Голкипером был Эдгарс Масальскис. Также лишь раз он достал шайбу из сетки своих ворот. Но, наверное, все-таки у Леонида Береснева особых проблем не было. Кого выставить на этот решающий матч. Наверняка опыт Наумова не мог не сыграть тут большую роль. Но Наумов один из той десятки нынешнего состава. Десяти игроков, которые играли против белорусов и в день зданий в 96-м году. У нас тогда в воротах был Андрей Мезин. И вы помните, тогда мы выиграли 4-1. И зрители, ну, дело было начало осени. Тепло. Понятно, многие пришли с бутылочками с водичкой. Ну, какое тут бутылка метания было. Лед просто весь усыпали. И другими предметами, разумеется. Но пока о том, что там сегодня может быть после финальной сирены, естественно, предполагать даже и не будем. На исходе лишь четвертая минута матча. Пока 0-0 и уже 15 секунд до появления на льду Саши Рединского. Нормально встретили на рубеже своей синей линии. И уже у наших полная пятерка. Озаленш сыграл на ближнего. Ближний это Пантелеев. Не проходит передача в центр, где оказался Мацыевский. У нас Кераминовская пятерка. Ну, защитников я представлял. Будет удаление у латышей. На Ярославе Чуприсе спалили хозяева турнира. Напоминаю, Чуприс одиннадцатый, Крутиков пятнадцатый, Мелешко девятнадцатый. Единственная наша тройка, где два нападающих забрасывали. Один раз Мелешко, два раза Крутиков. Вот видите, как вставил клюшку в коньки Крутикову Александр Мацыевский. Нападающий датского клуба О'Дэнси. Здесь четыре рекламные паузы продолжительностью сорок секунд. Каждая, в каждом из периодов. Вот тут за судейским столиком, за бортиком загорается такая красного цвета лампа. Ну, вот это сигнал арбитрам, командам, что в матче будет небольшой перерыв. Итак, вбрасывание в зоне защиты сборной Латвии. У нас первая пятерка. Алексей Калюжный с партнерами, защитники Башко-Рединский. У Латышей защищается Скрастин Шрекис. Ах, успел Тамбиев выбросить руку и клюшкой выбил шайбу у Калюжного. Хорош Шабанов. Посмотрите, какой пас сделал наш вратарь. С нулевого угла уже пытался Алексей Калюжный. И счет в матче открыт. А вот мы дали нам повтор с самого начала. Сергей Шабанов начал эту голевую атаку белорусской сборной. Лишь 36 секунд там посидел на неуютной лавке штрафников Мациевский. И белорусы реализовали численное преимущество. Олег Антоненко поднимает руку, благодарит Шабанова за эту голевую передачу. Кстати, у Сергея Шабанова есть уже один голевой пас. Видели вы, с нулевого угла бросал Калюжный не получилось. А забросил, по-моему, Андрей Башко. То, что защитник наш, это точно. Итак, на шестой. На шестой минуте Андрей Башко открыл счет. У нас, к сожалению, будет еще одно удаление. Нет, не верьте титру, друзья, подсказывает мне коллега нашей трансляции из Минска. Алексей Супанев. Я титр не видел, в тот момент смотрел на площадку. Нет, конечно, забросил Саша Башко. Хотя Костюченок вот сейчас в следующей смене на лед вышел. Давайте посмотрим. Но вот вдвоем наши атаковали. Наверное, все-таки арбитр посчитал, что вот второй удар, да, Алексея Страхова заслуживает удаления. Андрей Башко, вы вспомните, очень эффектно забросил одну шайбу и словенцам. Вот второй его гол на этом турнире. Ну, порадовались, друзья, и будет. Вы правы. Все, ставлю точку на этой теме. Решил просто выбросить Заделенов. Ну, не хочу быть вурчуном, но Горченюк там, Саша-то уже и стартовал. В каком-то метре-двух от владевшего шайбой партнера Сергея Заделенова он был. Ну, может, и прав, Заделенов. Не до жиру, да? Да. В сборной Латвии первая пятерка. Александр Семенов и компания на льду. Хмыль. Ну, вот вы видите, в дебюте матча часто команды играют в неравных составах. Стась. Сергей Стась у нас первый кандидат на вступление в клуб Олега Хмыля. Чуть позже. Кто не понял, объясню. Леонид Береснев. Второй пятерку. Вот сейчас играя в большинстве, отправляет на площадку квинтет Ядиса Спрукца. Да, повезло нам. Не прошла передача Цыпулиса справа. Ну, как повезло. Защитник хорошо сыграл, помешал. Анки Панц. Нет, ближний угол не проходит шайба. И уже спокойно ее выбрасывает Олег Антоненко. 25 секунд до полного состава у белорусской сборной. Сборная Латвии первой пропускала и в каждой из своих двух предыдущих встреч здесь, на этом турнире. И так уже страхов у нас на льду. Ну, сейчас бы еще шайбу выбросить или прижать. У Пантелеева шайбу забирает Кольцов. Ай, к сожалению, ошибка. Подарили соперникам. Мациевский. И Озалс дальше за ворота. Ну, уж на все падения тут реагирует судья. Хотя, наверное, все-таки задержка клюшкой была и здесь. Григорий Пантелеев заработал это удаление. Ну, давайте посмотрим. Ну, уж тут так уж педантичен, скрупулезен немецкий арбитр с банковской фамилией Авизас. Наверное, было удаление. Будем объективны. Андрей Башко. Ну, мы имеем возможность крупным планом увидеть хоккеиста, открывшего счет сегодня на шестой минуте матча. Не зря, да, мы с вами затрагивали в начале репортажа. Ну, не похвалишь себя, кто еще похвалит, когда дождешься, да, при жизни. Не зря бы отвечали, что хоккеисты из Керамина явно так и посвежее, и функционально получше, нежели представители иных, в частности, белорусских клубов, выглядели здесь в двух первых встречах. Вот, пожалуйста, один Кераминовец сегодня и отличился. У нас же играли большинстве, вы правы, тут много допусков еще надо делать. Суть не в том, мы ведем 1-0 и 100 секунд еще Андрей Башко вне игры. Попытка индивидуально ворваться в нашу зону Александра Ниживия. Затронул я вратарскую тему, но Леониду Бересневу, Артур Ирби и Виталий Самойлов. Два известных голкипера, помогают в работе в сборной с вратарями. Но Виталий Самойлов единственный представитель Латвии, который становился олимпийским чемпионом. До 88-м году в Калгаре в составе сборной СССР. А Ирби ему грозит уже третья операция, у Артура большие проблемы с коленом. Хотя он еще не вешал коньки на гвоздь. Спрукц. Нормальная силовая борьба возле бортика. Страхов. 40 секунд до появления на площадке Андрея Башко. Стас не стал выбрасывать, попытка дорожить шайбой. И Антоненко, вы знаете, зрячий налево на Калюжного. Хотел Олег сыграть. Антоненко атакует его Родриго Лавинш. Да, вы видите, у сборной Латвии, ну, кто не знает, может, по газетным материалам. Немало знакомых, известных нам лиц. Но есть и четыре дебютанта вот подобных турниров. Все уже поднялся со скобейкой штрафников Башко. Вот-вот он будет в игре. Нам бы выстоять эти пару секунд. Выстояли. Ломается клюшка у Калюжного. Трибунсов. Озолинш. Так вот, уважаемые друзья. Никогда еще на официальных турнирах, евровызов здесь не учитываем, белорусская заявка не включала столько игроков из клубов нашей страны, как сейчас. 15, ну, считаем, трех батарей. Легионеров на сей раз лишь 8. Сборные хоккеисты из 12 клубов. В пяти белорусских семи зарубежных. Самое большое представительство семь игроков имеет Минская юность. К сожалению, получил травму наш игрок через паузу. Авизос, но решил выбросить вверх руку и будет удаление за пол против Михаила Гробовского. Латыши протестуют, считая, что, ну, наш Михаил там сымитировал нарушение. Ну, так по бортику его размазывал соперник. Арман Сберзинши там был один из четырех дебютантов таких турниров. Но там же рядом, вы видите, оказался и Виктор Игнатьев, играющий за австрийский клуб из Линца. Да, совсем немного, не правда ли, в этой первой, третьей матче соперники играют в равных составах. Кераминовская пятерка. Это, наверное, первый бросок в створ белорусских ворот. Или вы какой-то вспомните еще? Ну, о том, что в Беларуси самые красивые девушки, еще одно подтверждение получаем отсюда, из столицы Латвии, да? Кто против? Ну, а какие у нас ледовые бойцы, сами знаете. Лишь 19 секунд отыграли в меньшинстве Латышев. В очередной раз вместо Калюжного лайнсмен просит Антоненко стать на точку выбрасывания. Ему противостоял Тамбиев. Башко бросает, к сожалению, шайба попадает в ногу нашего же игрока, Калюжного. Антоненко из Саулов. Да, к сожалению, на ровно месте шайбу уступаем. Но, естественно, в отсутствии Руслана Салея очень хочется верить, что в полной мере тот же Алексей Калюжный, который хороший сезон проводит в составе Омского авангарда. Ну, вот Михаил Грабовский, юный игрок, так блеснул, признайтесь, наверное, уже забыли, кто вот из нового поколения вот в матчах такого уровня, ну, так бы прекрасно себя проявлял. О Грабовском, конечно, сегодня обязательно что-то еще скажу. Его хитрик заслуживает дополнительных слов. Трибунцов. Ну, вот не очень убедительно дальше мы играем в большинстве. Ну, может, сейчас получится бросок, получается. Еще 25 секунд, белорусов на льду больше. Кольцов. И счет уже 2-0. Олег Микурчик, а вы говорите ветеран. Олег Микурчик. Самый опытный среди всех игроков этого турнира. 27 июня защитник уютности. Ну, прости, Олег, но годы не властны. Дело же не в том, сколько в паспорте. Ну, всего лишь 41 год будет. Ну, и что? Верхний угол под перекладину Вадзила Шайба. За 19 секунд до выхода на лед удаленного Игнатьева. И вот вы видите два наших защитника. Андрей Башко и Олег Микурчик. Соответственно, на 6 и 13 минутах забросили две шайбы. Ведем 2-0. Итак, напомнил я вам о нашем тут составе. Ну, все, как мы также знаем, познается сравнение. Я потому спешу сказать вам о том, что и в сборной Латвии также 7 хоккеистов являются одноклубниками. Они из команды Рига 2000. Лиепайский же Металлургс делегировал в главную команду своей страны двух ледовых бойцов. Ну, один это третий вратарь, который на тургире так не на один матч и не был заявлен Дмитрий Жаботинский. Ну, стало быть, живая душа из металлургского Лиепая, как таковая была одна. Юрис Озалс. Остальные подопечные Леонида Берестева выступают также за 13 клубов из 7 стран мира. Так что, видите, сбор у пососинки, да? По-прежнему такой принцип комплектования. Сегодня уже сыграли аутсайдеры вот этой подгруппы Б финальной олимпийской квалификации. Поляки проиграли славянцам 3-4 для Оливы. И сегодня матч закончился досрочно за 10 минут. Ох, выкатывается один на один против Сергея Шабанова. Молодчик Шабанов. Вот это уже, друзья, на исходе 13-й минуты матча мы увидели и первый действительно голевой момент возле наших ворот. Александр Семенов, нападающий датского клуба, шведского клуба Орбога. Ну, казалось, в упор расстреливал Шабанова. Молодец, Сергей. Почти мертвый, а может и без почти, можем сказать, шайбу вытянул. Дадут повтор. Наверное, у каждого из вас будет своя оценка. Но то, что Шабанов выручил, факт медицинский. Так вот, Олива минут за 9 с половиной до конца игры за деспортивное поведение получил там опять 2 плюс 10. Был крайне недоволен, стал там прыгать, скажу так, и до судью. Но, в конце концов, Лайсмены его оттащили. И вновь там в углу площадки открылась калитка. И поехал польский Тавгай в раздевалку. 7 минут и еще 12 секунд до окончания первого периода. Действительно, при всем том, что чисто внешне, естественно, команда активно там, энергично действует. Но моментов голевых действительно немного. Ну, вспомните вы еще какую-то ситуацию, когда там Наумов так по серьезному шайбу отбил. Ну, может, 2-3, не больше. А про эпизоды у наших ворот я вообще не говорю. Раз, два, и все. Заделено. Лавинш его атакует. Пришел сюда же Гальчинек. Вдвоем белорусы выцарапывают шайбу. Спрокц. Лавинш. Ну, одна пятерка целиком состоит из хоккеистов клуба Рига 2000. Вот они сейчас были на льду. Причем Анкипанс и Спрукс играют в связке и в клубе. С ними же на лед частенько выходят защитники Лавинш. Все есть. Сыпули все-таки большей частью в другом звене. И в последних играх Аболинш был там партнером в атаке Анкипанса и Спрукса. Ну, по матчам открытого чемпионата Беларуси этих-то хоккеистов мы знаем. Очень хорошо Антоненко. Скрастинш похоронил нас, вы помните. Карлес на чемпионате мира Финляндии в 2003 году. Проиграли мы 0-4. Олег Сорокин иной защитник Латвии там счет открыл. А затем Скрастинш трижды отличился. Но неужели сейчас не было нарушения правил? Обидней всего в двух метрах-то стоял немец от того эпизода. Но немец об арбитре, я говорю. Франк Авизус его зовут. Александра Семенова давно мы знаем, конечно же, этого нападающего в сборной Латвии. Участник, по-моему, шести чемпионатов мира в сильнейшей дивизионе. А точнее, даже я вам скажу, чтобы не ошибиться. Восемь чемпионатов мира в группе А. 52 матча, 11 шайф. Шведский клуб Эборга. Ну, вы знаете, такие же турниры на этой неделе проходят в австрийском Клагенфурте и швейцарском Клотене. Перед сегодняшними матчами так в сумме 8 из 12 команд, речь об этих трех квартетах, претендует на поездку в Турин. Лишь победители четверых поедут на Олимпиаду. Конечно, расскажу вам при возможности и о том, какая ситуация в тех финальных олимпийских квалификациях. Пять минут до окончания первого периода матча. Нижевей долго не расставался с шайбой. Сыграл за ворота на Озолса. Там же Нижевей наши активно плотно играют. Но вот все-таки Сергей Иркович, по-моему, это он, к сожалению, сам шайбу так здорово отобрал. И сам потерял выход 1 на 1 Константина Кольцова. Чуть под углом. Костя сам бросает, хотя по центру. Михаил Гробовский здесь рвался. Браво на оба. Вратарь сыграл в очередной раз хозяев турнира. Прекрасно. А посмотрите, естественно, со стороны сборной Латвии куда повеселее. В более открытом варианте пошла игра. Микульчик. Чуприс. Молодец, Ярослав. Только не надо отмахиваться. Правильно. Судья докажет. На 2 минуты отправит хоккеиста сборной Латвии. За задержку Ярослава Чуприса руками. Арманс Берзинш. Ну, молодой парень. 21 год. Ему, ну, такой фактурный. 192 рост. 90 вес играет в одной из минорных лиг за океаном. Так вот, под группу А у нас выступает в швейцарском Клотене. В первый день Норвегия-Дания 4-0. Швейцария-Япония 5-1. Второй день Норвегия-Швейцария 1-3. Дания-Япония 5-2. И сегодня норвежцы с огромными трудами выиграли у японцев 4-3. Проигрывая после первого периода 0-2. Швейцария 2 матча 4 очка. Норвегия 3 матча 4 очка. Дания 2 матча 2 очка. Японцы все матчи проиграли. Сегодня вечером Швейцария играет с Данией. Ну, тут пускай и разные шансы, но все три команды Швейцария, Норвегия, Дания сохраняют. Но, на мой взгляд, чуда не будет. Швейцарам достаточно сыграть в ничью с датчанами. Я думаю, они выйдут из этого квартета. Возвращаемся к событиям матча на льду Рижского дворца спорта. Гирц Анкипанс. Нет, выбросить не смог. Шайба прилетела к защитнику Ксеей. Сую же Норвунс ее выбрасывает. Еще целых 80 секунд нашим играть в большинстве колюжды. Антоненко подставил крюшку защитник. Шайба летит в сетку над бортиком за воротами. Итак, под группа С. Австрийский Клагенфорд. Первый день. Австрия, Казахстан 4-0. Франция, Украина 4-3. Второй тур. Австрия, Франция 1-1. Казахстан, Украина 2-1. Видите, Австрия, Франция по три очка. Но у австрийцев плюс 4. У французов плюс одна шайба. Сейчас идет игра сборных Австрии и Украины. В ходе матча, я уверен, будет информация вечером, уже после нашей трансляции, матч Франция-Казахстан. Но, судя по всему, кто из этих команд сегодня сыграет более результативно, Австрия или Франция. Хотя, мизерный шанс есть и у сборной Казахстана. Как это неудивительно. Костюченок бросил, чуть не успел к шайбе страхом. Возможно, не очень оправданно сыграл Виктор Костюченок. А тут уже, ну, наверное, нервничает молодой защитник. Вначале абсолютно бездарно распорядился шайбой, учитывая, что наши в большинстве. Ну, вошел в зону, куда-то ее закрыв глаза, бог знает, куда отправляешь. Ну, не хочу обидеть Витю. Хороший парень, хороший хоккеист. Ну, нервы, нервы, друзья. Все тут нам понятно. Видим мы давно назревшее оболожение. Медленно, медленно. Но проходит наша сборная. Ну, а вот потом еще одна ошибка, наверное, еще более неприятная для нас. Ну, зачем тут руками надо было трогать набодающего? Еще что он на пятак выкатывался, там сетку рвать собирался. Ладно, это мне хорошо говорить. Давайте с пониманием отнесемся к этим моментам. Как бы там ни было, составы подравнялись. Две с половиной минуты до сирены. И примерно минуту 20 после появления на льду Берзинша через 33 секунды, минуту 16 уже будет преимущество у прибалтийской сборной. Наши выиграли вбрасывание. Хмыль. Пантелеев. Защитники подали, да, наши премьеры результативной игры форвардам? Озалидж. Пантелеев. Яркович его встречает. Трибунцов. Прострел вдоль ворот. Никто не успевает подставить клюшку. Но стоял в нашей площади ворот игрок сборной Латвии. Вбрасывание, естественно, выносится в среднюю зону. Появился на площадке Берзинша. И сразу полетел к скамейке запасных. И новому пятому хоккеисту дает возможность выйти на площадку. Чуть больше минуты Костюченок еще вне игры. И минута 35 до сирены. Ах, какой индивидуальный проход. Сейчас вы увидите Яниса Скрукса. Так, переложил он клюшечку. И, ну, тут Сергея Шабанова, наверное, видеть там трудно. Индивидуально здорово сыграл нападающий клуб «Арига-2000». 105 весит, 190 рост. Но тоже такой гигант, самый настоящий. Вторая шайба Спрукса на турнире. Посмотрите, подхватил шайбу в своей зоне. Через всю площадку прошел. Ну и обыграл у нашего Александра Рединского. Вы видите, более чем легко. Но были варианты у защитника, не знаю. Прежде всего, позиционно сыграть более грамотно. Итак, реализовали преимущества и хоккеисты сборной Латвии. Вот удаление Виктора Костюченко. Сами видите, в конце концов, к чему привело. Наверняка вы знаете о том, как здорово сегодня выступил наш квартет. На этапе розыгрыша Кубка мира по биатлону в женской эстафете. И, уважаемые друзья, сразу после того, когда закончим мы рассказ о первом периоде вот этого матча, не переключая каналы на родном первом национальном, вы сможете увидеть церемонию награждения лучших команд в сегодняшней женской эстафетной гонке. Итак, ведем уже 2-1. Не так приятно смотреть на табло. Серебяжная правда, но так и есть. Наверное, даже дилетант хоккея не мог и предположить, что латыши складут. Эфирист посчитает, что все уже ясно. Не знаю, какие тут искать синонимы. Все и так понятно. Нет, друзья. Нет. Тут очень хорошо помнят 1 сентября 96-го года. Трибунцов бросает. Этот хоккеист совсем недавно еще выступал за уфинский Салават Юлаев. Но там, вы знаете, Рафаила Ишматова сменил Сергей Герсонский, наставник молодежной сборной России. Ну и вот Герсонскому Трибунцов оказался абсолютно не нужен. Вчера, правда, прочитал тут в одной из газет вроде бы московский «Спартак». Зовет этого защитника сборной Латвии, который вот только что тут был в центре нашего внимания. Проиграл Пантелеев вбрасывание, хмыль. Проброс. Посчитал один из лайнсменов, но второй показал, что было касание шайбы. Ну просто рука взметнулась от одного из помощников главного арбитра. Хмель. Яркович. Ну вот решили так поперечными передачами передавать один одному к другому шайбу нашей защитники, а потом какая-то необъяснимая, разве что опять-таки нервами волнением. Ошибка, которая едва не оказывает сороковой. Какой момент. Итак, прозвучала сирена. Напомню вам, уважаемые зрители, на шестой минуте Андрей Башко открыл счет. Через семь минут отличился Олег Микурчик. На девятнадцатой минуте успеха добился уже нападающий рижской команды Яни Спрукс. Все три взятия ворот состоялись, когда вот атакующая команда имела преимущество в составе. Давайте еще раз посмотрим саморе первого периода. Вот так бросок Андрея Башко, но едва ли не от синей линии достиг цели. Тут уже здорово к шайбе приложился Олег Микурчик. Вогнал шайбу под перекладину. Ну и вот в своей зоне подхватил Яни Спрукс. Шайбу прошел через всю зону и в левый нижний от Сергея Шабанова угол ворот. Вогнал шайбу в сетку. Итак, пока ведем 2-1. Между первым и вторым периодами последнего, решающего по сути дела финального матча, финальной олимпийской квалификации по хоккею. Белорусы выигрывают у Латышей со счетом 2-1. Есть у меня статистика бросков после первого периода, но это данные не тренеров, а официальных, скажем так, счетчиков. Удалось мне установить с ними контакт. По броскам проиграли 8-16. Ровно двукратное преимущество хозяев турнира. Причем у наших половину бросков 4 из 8 нанесли защитники. 2 Олег Микурчик, 1 Андрей Башко и 1 Александр Рединский. Из нападающих по броску отметились Олег Антоненко, Ярослав Чуприс, Константин Кольцов и Алексей Страхов. Наша сборная предпринимает третью попытку пробиться на Олимпийские игры. Две предыдущие, как вы помните, были удачными. В начале играли мы Олимпийскую квалификацию в конце августа, начале сентября 96-го года. Об этом я вспоминал. И здесь в Риге переиграли литовцев 21 на 1. Эстонцев 16-1. Венгров 13-1. Легкая прогулка, да, была. И последний матч решающий выиграли у Латышей со счетом 4-1. Затем в феврале 97-го поехали уже на финальную Олимпийскую квалификацию. Она проходила для нас в Австрии в Инсбруке. Сыграли в ничью 2-2 с тормежцами. Выиграли 6-2 у австрийцев. Последний матч был с командой Казахстана. В этой встрече, а из того турнира попадали две команды соперников обоих. Устраивала ничья. Хоккеисты сборных Беларуси и Казахстана в ничью 4-4 и сыграли. Перед наградой у нас была лишь одна финальная Олимпийская квалификация в Осло. Вначале сыграли в ничью с украинцами 2-2, немцами 1-1. И также в решающем матче обе команды, мы и норвежцы там шансы сохраняли. Не оставили викингам никаких шансов 7-3. А для сборной Латвии из трех предыдущих попыток попасть на Олимпиаду успех принесла лишь одна последняя. Ну чуть позже, если вам будет интересно, может вспомню об этом чуть поподробнее. Пока, естественно, все внимание игре. Кто забыл? Два Сергея в воротах. У нас Шабанов, у латышей. Наоба. Хотя, если я не ошибаюсь, заменил Леонид Береснев своего вратаря. Эдгар Смасальски, который нынче галкипер чешской Дуклы из Иглавы, он заменил Наумова. Ну, не знаю, в таком матче вот такая замена, ну, если там, правда, какую-то, на первый нам-то сразу так трудно и припомнить момент, где-то мог Наумов получить травму. В чем причина вот этой абсолютно непонятной замены? Ладно. Это проблемы Береснева и сборной Латвии. Попытка была бросить из-под нашего защитника Ципулюса. Анки Панц едва не находит спрукца на правом фланге этой передачи. И три наших против двух защитников, к сожалению. Алексей Страхов, шайба не встречается, но в конце концов шайба у нападающего юности. Пришел на помощь партнер. От синей линии щелкнул защитник. Мимо ворот пролетела шайба после броска Сергея Стася. Вдвоем Савин отдает здорово, надо забивать. Михаил Грабовский. Прошло 109 секунд во втором периоде. Четвертая шайба Михаила Грабовского на турнире и молодчик Савин. Дебютант такого турнира. Ну, хорошую зрячую передачу Савин отдал. А Миша Грабовский, вы видите, как быстро размочил и Мацарский. Со двух минут Эдгарс не поучаствовал в сегодняшней встрече. И вновь мы отвечаем. Такая разящая, стремительная белорусская контратака. Да, пускай мы проиграли первый период по броскам. Забили почти все, что создали до перерыва. Наверное, можно и так с небольшим допущением сказать. Но недолго музыка играла. Недолго наше преимущество составляло две шайбы. А точнее прошло 28 секунд. И вновь выигрываем лишь одну шайбу. Итак, смотрим, что же не получилось. Проиграл Заделенов в борьбу. Затем упустил Пантелеева. Вы видите, здесь на пятачке Башко. Никто там в площади ворот не стоял. Но это уже значения не имеет. Хотя наш капитан подъехал сюда, к судейскому столику. Но я думаю, больше тут сетовать-то не на что. Наверное, ну, разве что обратить внимание арбитра, что мог кто-то стоять. Григорий Пантелеев. Еще раз повторю, через 28 секунд после голевого успеха Михаила Гробовского вновь делает преимущество белорусам, ну, не таким заметным. У нас Кераминовская тройка, защитники Хмыль, Яркович. И посмотрю, нет ли перемен в составе сборной Латвии. Похоже, нет. Семенов с партнерами и та же пара защитников реки Скрастинч. Михаил Гробовский, вы заметили, в первом периоде не нанес ни одного броска. Но вот самый первый бросок нападающего Нижнекамского нефтехимика в матче на исходе второй минуты второго периода оказался и голевым. Андрей Башко сегодня забросил свою пятую шайбу в 35-м матче. Олег Микульчик шестую в 50-й встрече за сборную у Олега Юбилей. Ну, а у Михаила Гробовского сегодня шестая шайба за сборную. Лишь 18-й матч у него. Костюченок. Михаил Захаров, как и предполагал, ну, пускай и не так часто, как защитники трех пар основных, но дает возможность появляться на льду вот и Виктору Костюченку, который тут, к сожалению, по-моему, опять едва не проиграл борьбу. Кольцов. Слева хорошо раскатывался Гробовский. Гробовский с добивания. Мимо ворот. Озалинш. Первая пятерка. Квинтет. Квинтет Семенова. Квинтет Семенова. Чуприс. Крутиков. Мелешка шайбу вбросил за ворота. Давай, давай. Подбатривают болельщики Александра Семенова. Нет, в зону его войти не удалось. Чуприс. В следующей паузе будет рекламный перерыв. Горит та самая лапа, о которой я вспоминал. Кмыль. Чуприс. Да, давно вот в этом сочетании эта тройка. Чуприс, Крутиков, Мелешка играет. Но есть прогресс у этих хоккеистов. Конечно, хочется нам всем. И думается, что по силам ребятам и в сборной закрепиться. Ну, правда, Михаил Захаров считает, что, ну, вот того же Чуприса была информация, вроде бы приглашали Вярославль. По каким-то причинам на просмотр он не поехал. Ну, Захаров, естественно, очень-очень хочет, чтобы, ну, в пока гораздо более сильном, чем наш чемпионат в российской суперлиге, чтобы больше представителей-то было нашей сборной. Итак, три попытки были у сборной Латвии попасть на Олимпиаду. Первый раз не получилось в далеком 93-м на кондикационном турнире в английском Шеффилде. До сих пор решающий матч тех соревнований. Латвия-Словакия вспоминает с Артуру Ирби как кошмарный сон. Команда Балдериса, а он тогда тренировал сборную 1-7, всем уступило Словакам, которых возглавлял никто иной, как Юлию Шуприн. Ну, про 96-й год я вспоминал. Там еще в том матче был такой неслабый кулачный бой. Озаринш-Ковалев. Ну, а третья попытка попасть на Олимпиаду для наших сегодняшних соперников наконец-то увенчалась успехом. Ну, там было совсем не трудно. В австрийском Клагенфурте 4 команды вели за 3 путевки на Олимпиаду. Да, бывало и такое. Грабовский атакует Пантелеева. Пришел на помощь партнер и просто шайбу выбрасывает. И посмотрите, активен в борьбе за шайбу наш игрок и заставляет ошибиться Атварса Трибунцова. Но все для латышей там обошлось. Озаринш-Ковалев. Нет, передача не проходит. Плота здесь в средней зоне. Грабовский атакует Озаринш-Ковалев. Да, друзья, какого высочайшего накала мы с вами. Матч наблюдаем. Ставки запредельные. На пресс-конференции после игры сборных Латвии и Польши Потом об этом Чубрис на него сыграл Мелешко хорошо Но Ярики, так его зовут партнеры Любя, и бросил-то Ярослав от души Атака продолжается Я не забуду вернуться к той пресс-конференции Башко с помощью бортика на Чубриса К сожалению, коллеги, латвийские комментаторы Их позиция совсем далеко под самой крышей дворца И уточнить, чем вызвана замена вратаря Но сейчас не могу, может в перерыве что-то удастся здесь узнать Антоненко на льду И должно быть, по-моему, удаление у сборной Латвии Правда, там идут, или ошибаюсь Или Антоненко за опасную игру высоко поднятой клюшкой Удалит немецкий арбитр Франк Авизас Похоже, что так и есть Ну вот, встретились там Игорь Бондарев Нет, извините, Арвиц Рекес Ну что б там крови не было-то, а? Похоже, Олега Антоненко до конца матча удаляет судья О-ля-ля Ну вот таким же путем дважды Кшиштоф Олива, я вспоминал Отправлялся в раздевалку Ну, здесь публика Можете догадаться, какие жесты Ну, о том, что кричит, я понять не могу Поскольку это не на великом и могучем Ну, не очень так аплодисментами уж Это точно провожают они нашего Олега Антоненко Ну, неужели там такой уж был стопроцентно умышленный фолк? На мой взгляд, Олег никогда хамскими манерами не отличался Наверное, игровой эпизод был Но нам от этого не легче Пять минут будем играть в меньшем свете За грубую игру с попыткой нанесения травмы Сопернику пять плюс двадцать Получает Олег Антоненко И вот штраф пятиминутный за него будет отбывать Дмитрий Мелешко Сведем пока три-два Но вот момент, который Сколько раз, да, мы эти слова говорили Будем говорить Но, тем не менее, может оказаться и ключевым Да, друзья, вот этой встрече очередной момент истины И для наших хоккеистов, и вообще для хоккея И для Михаила Захарова Очередной случай, да, когда мы вспоминаем там крылатые слова Про грудь в крестах или голову в кустах Действительно важнейший матч Восемь минут без трех секунд Сыграна во втором периоде Пока ведем три-два Пятерка Спрукца Играет у Латышей У нас защитник Ихмыль Яркович Страхов Калюжный Молодец Шабанов Успевает Сергея пуститься на щитки В ближнему углу шайбу отбивает Сеясь Закрыт Шабанов был, но тем не менее реагирует в шпагате И этим прекрасным сейвом отводит угрозу от ворот 45 секунд играем в меньшинстве Пантелеев Народный артист Латвии С уважением отношусь и к соперникам Но вы знаете, вот прямо комментаторская позиция На рубеже синей линии нашей зоны Давайте посмотрим повтор Клянусь, если увижу, что был излишне категоричен Обязательно принесу извинения Григорию и после игры Е, друзья, сфалил Олег Хмырь Клюшкой попал в лицо Но, наверное, опять-таки тоже не нарочно Хотя, вы правы, Пантелееву от этого не легче Было нарушение Опять-таки и Пантелееву там досталось 57 секунд наши земляки отыграли в большинстве Еще 4 минуты и 3 секунды Латышей будет больше При всех вариантах игры, вы понимаете 5-минутный штраф Никоим образом не погашается Костюченок Вылетает шайба У нас на площадке появляются Это Калюшный, Ясаулов Стась, Микульчик И Семенов с партнерами у команды Латвии Несмотря на все усилия Сандису Озолиншу Не удается сохранить шайбу В белорусской зоне защиты Озо, как зовут его из-за океана И здесь, в Латвии Но вначале сам подумал было войти в зону Затем вдоль бортика шайбу вбросил Успевает Стась придержать клюшку Тут многим показалось, что уж точно Верняк сейчас Леонид Тамбиев будет забрасывать Нет Но уже почти 2 минуты Без 5 секунд наши отыграли В меньшинстве Озолинша и Микульчика Но двух зубров Сверхопытных защитников Стали здесь арбитры Разводить в стороны И затем немножко придерживать Да, будем мы вынуждены Перейти на игру в 11 нападающих Но это понятное дело потом Когда отбывающий за Антоненко Штраф Дмитрий Мелешко Появится на площадке Вы правы Дай Бог, чтобы это сегодня была Наша самая большая беда, да? Хотя не скажите Олег Антоненко Здесь И результативно играл Две шайбы забросил И в списке Лучших бомбардиров Перед сегодняшним матчем он лидировал Две шайбы, три передачи, пять баллов Спрукс Оставляет шайбу Сейсу Чуприс активен Яркович Чуприс сразу навязал Сейсу борьбу возле борта Все обошлось Две минуты Пятнадцать секунд До истечения До такого уж Огромного Штрафного времени Нашей команды И пошла Одиннадцатая минута Второго периода Белорусы выигрывают Три-два На пресс-конференции После игры Сборных Латвии и Польши Ну, задал я вопрос Польским представителям Естественно, это был главный тренер Андрей Сидоренко И лучший игрок В составе поляков В той встрече Мариуш Черкавский На практике, говорю Вы уже попробовали Знаете, как играют Латыши и белорусы Какой видится решающая Финальная игра Какой прогноз ваш будет Удаление будет В составе сборной Латвии Александр Семенов Атаковал соперника Не владеющего Шайбой В средней зоне И стало быть Если не сумеем Забросить шайбу Вот пока удален Извините Григорий Пантелеев Пока удален Еще 23 секунды Будем играть в большинстве Пока, вы понимаете Будет по квартету Полевых игроков Ну а что касается Григория Пантелеева Участник пяти Чемпионатов мира В сильнейшей лиге Ну а вообще Я сказал Четыре дебютанта Столь ответственного Турнира У Ватышей Берзин Шредлих Ципулис И Шталс Минувшим летом Леонид Береснев Шведа Курта Линстрима Заменил у руля Национальной Хоккейной сборной Латвии Ну а начинал Прошлый год Береснев Вспомните В качестве Главного трейдера Хабаровского Амура Микурчик Хорошо встретил Астася Чуть бы может Поточнее Исаулов Скрастинш Тамбиев Атакует Калюжный Хмель Клюшечкой Шабланов Олегу Шайбу Подправил Алексей Калюжный Посмотрите Как вдоль ворот Простреливал Но успеть бы Вернуться назад Не прозевать Контратаку Анки Панц Спрукцу Нельзя было Входить в зону Задержался Там Гирц Страхом Наши по-прежнему Играют на контратаках И сейчас Еще одно Удаление У латышей Ну и вдох Тут самый модный Жест Одним пальцем Адресованный Арбитру Стрибут Показывается Ну не все же Белорусов-то удалять Хотя Еще раз повторю Друзья Ну Наверное Все Или почти Почти все Решения Немца Франка Авизуса Были Справедливы И оправданы Итак Давайте я вам сообщу Сейчас четко С толком И с расстановкой Какая у нас ситуация С остановным временем Через 25 секунд Дмитрий Мелешко Будет на льдо Григорий Пантелеев Появится через 23 секунды После выхода Мелешко Стало быть 23 секунды Будем играть Полной пятеркой Против трех латышей И 7 минут и 47 секунд До второго перерыва Пока 4 на 3 Вы понимаете Преимущество у нас Рединский Шайба в воротах 4-2 Потерял клюшку Игрок сборной Латвии Сейчас пытается Доказать арбитру Что у него там Вроде бы Умышленно Кто-то из наших Выбил клюшку Хоист ушел Вот этот гудок Сейчас для нас Довольно символичен Взятие ворот Засчитывается 4-2 Ведем Реализовали Численное преимущество Причем вы знаете Пантелеев-то Через 26 секунд Должен был Появляться на льду А через 10 секунд Выйдет на лед Мелешко Еще минуту 28 секунд Будем играть в пятером Против квартета Соперников Посмотрите Наши защитники Что сегодня творят А? Так, друзья Что там? Посмотрели Видеозапись И арбитр Отменяет Взятие ворот Подъехал К Михаилу Захарову Франко Визас Захаров Вы видите Удивлен Так же Как и мы с вами Не может понять Что происходит Захаров Зовет Опять к себе Судье Здесь же Капитан Сегодня это Костя Кольцов Мы смотрим С вами В площади Ворот Никого нет А считают Что шайба Попала В перекладину Что она Не была В воротах Еще раз Смотрим В чем В чем тут Дело Не шайба Воротах Это бесспорно Не понимаю Спрошу у Польских коллег В чем дело Вы можете понять Спрошу у Спрошу у сидящего Ряда Польского коллеги Вам Понятно В чем дело Здравствуйте Не я не понимаю Что случилось Для меня Это праведливо Сдобытый гол Но мне кажется Что ничего не было На что можно Апеллировать Сейчас мы видели Повтор Шайба была В воротах Да Шайба была В воротах Это Как вы вообще Сегодняшняя игра Очень хорошо играет Беларус И лучший тим Сегодня Лучший тим Волк Но еще Играть и играть Большое спасибо Надо играть Надо играть Вы правы Большое спасибо Но может еще Если вы будете Не против Я вас подключу Спасибо Спасибо Это был Коллега Телекомендатор Польского телевидения Кто судит Кто судит Немец Ну Друзья Значит Можем Предположить Только одно Что Арбитр Увидел Что там Было Какое-то Нарушение Правил Но я не знаю Вот на моей памяти Такого нет Чтобы Не знаю Видеоповтор Убеждал В том Что судья Пропустил Какой-то фол И потом Постфактам Удаляли Прошла ли шайба В воротах Был ли кто-то В площади Ворот Да Такие моменты Мы не раз Свидели Как именно Видео Там Помогало Но сейчас За что Гробовский Сел На лавку Штрафников Вы что-нибудь Понимаете Итак друзья Я вам сразу Сказал Первое впечатление Самое правильное Что латыши Апеллировали На то Что Гробовский Выбросил умышленно Клюшку У соперника Но вот нам Этот повтор И дали Итак Наших Все равно Пятеро Соперников Трое Не переживайте Очень сильно Хотя Как тут Не переживать Счет-то мог стать 4-2 По-прежнему 3-2 Но давайте За все эти Рассчитаемся Сами понимаете Как уже будет тяжелее Пантелеев На площадке Квартет Латышей Пятерка Белорусов Рединский Подставлена Клюшка Шайба Парашютом Поднимается В воздухе Так вот друзья Вот та пресс-конференция Которая я вам говорил Она сейчас будет К месту Андрей Сидоренко Дипломатично Ушел от ответа Сказал Вот после игры Я вам все отвечу А Барюш Черкавский Сказал Думаю Будет игра равная Одна из команд Победит С преимуществом В одну шайбу Но все-таки Какое-то преимущество Будет у хозяев Он не стал Расшифровывать в чем Ну может имел Поддержку Трибун веду А может и судейский Фактор Пресловутый Чуприс Будет еще одно Удаление у Латышей Успел покинуть Сергей Шабада Площадку Был на лицо Но и наша сборная Также вот Располагалась К той скамейке Которая сейчас Ближе к воротам Сергея Шабанова Но сегодня Латыши хозяева Они в паре Так номинально Стоят первыми Вот у них было И право выбора Где располагаться Так что наши Впервые сегодня Вот на иной Скамейке Запасных Озелинж До выхода Сейса Уже пять секунд По-прежнему Мы в пятером Против трех Соперников Яркович Сам не бросает Но чуть подпрыгнула Шайба Перед встречей С клюшкой Калюжного Уже квартет Игроков У команды Латвии Еще наших Будет больше Полторы минуты На льду Кольцов Кольцов Ну выстали мы Когда играли Аж целых пять минут Подряд в меньшинстве Не забыл Этому О нашем предположении Кто его знает Может этот момент Ключевым тут будет Хмель Да вы правы Каждая тут минута Если не сказать Каждая секунда Ох какая решающая Хмель Едва не ошибся Наш самый опытный игрок Самый опытный Не по возрасту В паспорте А по количеству Матчей За Команду Белоруссия Рекордсмен Олег Хмель 132 встречи Больше 100 матчей Кроме него Сыграли Романов 115 И по 111 Скобелка И Дмитрий Панков Итак Продолжается Наша атака Но правда Уже чуть больше 10 секунд До появления На площадке Трибунцова Выводили Дмитрия Мелешко На завершающий Бросок Масальский Свыгрен И полный состав У хозяев Турнира Вчера был Здесь На соревнованиях В Риге Выходной день Наша команда Провела тренировку Дали отдохнуть Александру Гольчинюку Хотя еще раз повторю У Саши Травмы нет Все в порядке Ну а Журналистов Руководителей Делегации Здесь пригласили На Специальную Пресс-конференцию С клич зрителей Рассчитана Вторая арена Футбольный манеж С конта Будет переоборудован Там пока нет Ни трибун Естественно Ни Ледового оборудования Ладно Чуть позже О пресс-конференции Вы правы Игра же возобновилась Итак Наконец-то Полные составы У обеих команд Совсем Немного Отрезков Вот Такой ситуации При равных составах Мы видели Во втором периоде У нас встречу Продолжает Заделено С партнерами Страхов И на сей раз Защитники здесь Микульчик и Хмыль Не сумели наши Провести полную смену У хозяев Турнира Пятерка Анки Панса Цыпулис Сыграл на защитника Рекис И лети в шайбе Коллегу Микульчику Горченек Колюжный Горченек Горченек Заменил Олега Антоненко Вот в этой нашей Первой тройке По крайней мере В этой смене До встречи Сборных Австрии Дальней серии Кубка Стэнли По значению По статусу По ставкам Во встрече Сборных Швейцарии И Дании После двух Периодов 1-1 Вылетает шайба В среднюю зону Рединский Ах, как ошибаемся Так отбойно Выбрасывая шайбу Но слава богу Все обошлось Горченек Если бы успел Слева Дмитрий Мелешко Мог набрать обороты И убежать Тамбиев Семенов Не живи Башко там мешает Рединский пришел На помощь И кольцо Шайбу не выбрасывает А так оставляет Ее партнеру Правда Андрей Башко Уже спешит На всех парах Замениться Но около минуты Продолжалась смена У этого нашего Квинтета Конечно устали Хоккеисты Заделенов Кольцов Хорошо Костя Разбросал В стороны соперников И бросил Совсем неплохо Успели вернуться назад Страхов Подстраховал И последняя минута Стартовала Во втором периоде Напоминаю Первый период Был за нашей сборной 2-1 Во второй Третий матч Еще пока равновесие Сил Пытался на партнера Перевести Шайбу Лавич Нет Не так Все просто Подставил Клюшку Наш игрок Яркович А уже был готов Убегать Нападающей Латвийской Команды И так звучит Сирена После двух Периодов Наши по-прежнему Впереди 3-2 Но вот вчерашняя Пресс-конференция Ну вы знаете Друзья Тут давно уже Международная Федерация Хоккея Выражает Серьезнейшую Озабоченность Затягивается Здесь ситуация Со строительством Новой арены Чемпионат Томира В мае 2006 года Должен Пройти Но вот еще раз Мы с вами Видим шайбу Михаила Гробовского На второй минуте Второго периода Михаил 3-1 Вот так увеличил Наш разрыв В счете Чувствую В этой части Репортажа Так и не закончил Его пресс-конференции Ну и прошло там Совсем немного Несколько десятков секунд И Григорий Пантелеев Вы видите Вот в этой Кутерьме Неразберихи Возле наших ворот Сумел таки Протолкнуть шайбу Пресс-конференцию Кстати знаете Кто исполнительный Директор Вот этого Грядущего Чемпионата мира 2006 года В Латвии Бывший президент Латвии Гунтис Улманис Ну и Заверили Что к 1 февраля 2006 года Это точно Появится новый Большой дворец А к 1 марта Точно Футбольный манеж Сконта Будет переоборудован Под вторую Арену Там около 7 тысяч Зрителей Болельщики Ну здесь В латышских газетах Давным-давно уже Море карикатур Много было филитонов На тему того Как Вроде бы такое Почетное дело Доверили тебе Чемпионат мира В группе А И как здесь Искали деньги Искали подрядчиков Кто-то кого-то Лоббировал Кто-то Ну короче Тут 40 бочек Арестантов Как говорят в народе Кстати Многие Рижские журналисты Опять фамилии Тоже не называю Не верят в то Что чемпионат мира Состоится Говорят Есть даже Такой вариант Что Ну не знаю За спасибо Или не за спасибо Там в списке Ожидания есть Несколько стран Швеция в том числе Что могут они Чемпионат Перехватить Ну я Ноки Эдвинсон Генеральный секретарь Международной федерации хоккея Вчера улыбался Сказал что хочется верить Что вот все Обещания сбудутся Вы знаете Просто удивительно Я вот вспоминаю Как всякие крупные события И готовятся И проходят И организуются у нас Не раз в частности Где доводилось быть На заседании Воркомитета Который проводил Но был он Председателем Воркомитета Разных соревнований Крупных чемпионатов мира Там Европы Вице-премьер нашей страны Владимир Несторович Дражин Поверьте Это не прогиб Это сущая правда И Все вопросы За год За полтора Не знаю За два года Ну ладно Друзья Мы о другом Просто уже Коль из Риги Рассказываю о хоккее Коль тут чемпионат мира Скоро должен состояться Затронул и эту тему Ладно Мог бы тут еще что-то рассказать Но не время Товарищ И опаснейший Какой момент Вы видели По-моему Тут да Действительно Болельщики сзади Латвийские говорят Попади И Шабадову было бы трудно Ну вратарь наш сегодня В нескольких моментах Доказывал Что и в смертельно Опасных ситуациях Он выручает Анкипан смог забить Как-то так Не Понятно Не знаю Не собрано Какое тут слово сказать Играем в начале Третьего периода Ну с другой стороны Ясно как Полетели Побежали вперед Латыши Которые проигрывают Ну что ж такое Мы ж В полном составе И вот видите вы Минуту 15 Продолжается Третий период Шайба мало того Что не покидала Нашу зону защиты Так сколько еще Моментов было У хозяев льда Итак Брасывание Возле ворот Сергея Шабанова У нас Продолжает встречу Кераминовская Пятерка В полном Своем составе И у гостей Пятерка Из Риги 2000 Квинтет Спрукса Но правда Не в полном В составе Здесь есть Перестановки Вот пара защитников Возелинж И три бунцов Но проще Проходит смена Шайба в ловушке У Сергея Шабанова Обсудили бы Вот тот момент С удалением Олега Антоненко До конца встречи Ну Чистый игровой момент Возле борта Ну поднял Там Чуть Высоковато Клюшку Но сто процентов Еще раз Друзья И Зная Олегу Да Олега Да даже не сто процентов Больше даю Что не было у него И близкого умышленного Желания там Нанести Травму соперника Ну да Попал в лицо Да вы все понимаете Друзья Чтобы тут Не вызвать Лишних слов За какое-то Педалирование Судейской темы А сегодня Как без этого Обойтись Ладно Уже не расставляю Тут все точки нады Так Все вам понятно Но мы пока ведем 3-2 Главное чтобы Пресловутых Двойных стандартов Поменьше было Вот в этом Третьем Периоде Решающем Периоде Решающего Матча Не живей Стась Костюченок Спокойно Виктор Стась Кольцов Крутиков Не успел Дима Мелешко Выйти Вот сейчас Кольцов Дает возможность И этому Нападающему Вступить в игру Мелешко Слева Идет к воротам А Визас Разводит Руки В сторону Лавич Прилетает Шайба Налево К Ципу Лесох Но не сумели Задержаться Вблизи Наших ворот Хоккеисты Сборной Латвии Озал Сему Родриго Лавин Шайбу Оставил Сеейс Пятая минута Идет В третьем Периоде Матча Сборных Латвии Беларуси Наши Впереди 3-2 Закончился Матч Сборной Украины 4-3 4-3 Извините Я по-моему Оговорился Украинцы Выиграли 4-3 У австрийцев Осталось 3 очка 3 очка У французов 2 очка У хоккеистов Сборной Казахстана Две последние команды Вечером играют Между собой Во встрече сборных Швейцарии Дании Идет Третий Период Уточню У коллег Я правильно Вас понял Пока там Ничья 3-3 Швейцария Вышла Вперед 3-2 Ну Швейцарцев Устраивает Ничья Чтобы победить В своем Картете Ну Вообще Из 12 команд Которые Оспаривают Три путевки На Олимпиаду В Турин У швейцарцев Самый высокий Рейтинг 9-й Так что Если они Как минимум Не проиграют В последнем матче Попадут В Турине В группу А В компанию Канадцам Чехам Финнам Немцам И итальянцам Победителей Двух Остальных Четверок Финальной Олимпийской Квалификации Ожидает Группа Б Где Выступят Команды Швеции Словакии США И России Второй период По броскам Наши выиграли 9-8 Чуприз Получил Возможность С метра Но Непостижимым Образом Но Выбрасывает В сторону В угол Правую ногу Масальски И Преграждает Путь Шайбы Останавливает Полет Шайбы Давайте Еще раз Посмотрим Этот момент Ну вот Заметалась Тут Шайба Ярослав Чуприз Правда Ему мешает Клюшкой Выиграл Выиграл Брасывали Отбросил Шайбу Защитнику Мощнейший Щелчок Сергея Ярковича Но этот Защитник Наш пока Не забивал Сегодня Вне игры Вне игры Стас Горобовский 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 И Михаил И Михаил Горобовский Что может быть Диагональный пас Найдет У дальнего бортика Партнера До Мациевского Наверное Нельзя было Шайбы В зону Входить Там его Партнер Уже был Заметили Это Арбитры И Зафиксировали Вне игры Итак Первый Период По броскам 16-8 Выиграла Сборная Латвии Второй Период По этому Показателю Минимальное преимущество У нас 9-8 Возможно И не в самой Полной мере Но В какой-то степени Наверное К разговору О характере игры И эта статистика Будет не лишней Ошибся Ошибся Семенов Передача И Калюжного Ценой Нарушения Правил Останавливает Соперник Шабанов Уже на скамейке Запасных Шестым у нас Выходит Ярослав Чуприс Ну тут Не самыми Парламентскими Выражениями Высказывают Своё Неудовлетворение Вот От этого Фола Одного из Латышских игроков Болельщики У меня за спиной Полагают Что в центре Площадки У Скамейки Там запасных Совсем Немотивированный Был фол Как на него Не посмотри Как бы там ни было За подножку Площадку Покидает Виктор Игнатьев Вот Видите Как он там Встретил Нашего Нападающего Башко Вдоль бортика Нет К сожалению Не очень Удачно Сыграли Сумел Выбросить Эту шайбу И причём Без проблем Александр Семёнов Субтитры Семёнов 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 Страхов 20 секунд штрафного времени Игнатьева прошло тем временем Кольцов Нет, до Гробовского шайба не долетела Страхов активен И уже вновь шайба у белорусов Рединский пропускает, Башко бросает Скоростеньш останавливает полет шайбы Башко, Рединский Находя спиной к воротам Костя Кольцов, наш капитан Успел клюшку поставить Там шайба изменила направление Но лишь минута пока штрафного времени Защитника сборной Лады прошла Уважаемые друзья, 4-2 Сейчас ничего немец не может придумать Не отменит, клянусь вам, это взятие ворот 62 секунды понадобилось белорусам, чтобы доказать, что лишний игрок у них совсем не лишний А мы еще раз посмотрим Дима Мелешко здорово сыграл И пас какой дал Нет, это был Михаил Гробовский И Гробовский шайбу забросил Обязательно, Миша, еще вам Что-то, на мой взгляд, небезынтересное расскажу Или все-таки Костя Кольцов Кто вторшая бы, это не суть важна, вы правы Итак, Константин Кольцов делает счет 4-2 Десятая минута третьего периода матча Ну а Андрей Башко заработал на сей раз ассистентский бал Но вы знаете, на табло появилось сообщение, что Андрей Башко, автор этой нашей заброшенной шайбы Вторая шайба защитника в сегодняшней игре Башко-то все и начал Он распечатал нули на табло на шестой минуте первого периода Ну, слава богу, перестал Авиза среагировать на все падения игроков в белых свитерах Да, наверное, все-таки не 28-й Кольцов, а 23-й Башко По левому флангу вот так голевым образом завершал эту атаку нашей команды Наверное, ошибся, оговорился в запаре Итак, Андрей Башко делает счет 4-2 Ну а что касается Константина Кольцова, еще раз повторю 14-й хитрик в истории сборной Беларуси В его исполнении мы увидели Ну, дважды по три шайбы в одном матче забрасывали два игрока Цыплаков и Страхов, Володя Алексей Таким образом, Гробовский лишь 12-й игрок за всю 12-летнюю историю нашей страны Которому удалось сделать вот такой, как называют подобный бомбардирский успех по-русски Трюк со шляпой В «Нефтехимике» в этом сезоне 26 матчей 11 шайб, 15... 11 шайб, 15 передач 26 очков Калюжды Опять мы понимаем 3-2 Скользкий счет, куда пойдет Как изменится Кто первым забросит шайбу И это было архив важно Нет, но в сей раз нападение Калюжного А Визас не реагирует И уже прозвучал свисток Лайнсмена Напрасной тут страсти Но причем Хитрик-то сделал Гробовский в возрасте 21 год и 12 дней Чуть-чуть он уступил здесь Константину Кольцову Всего 12 дней Который точнехонько в свой 21-й день рождения 17 апреля 2002-го Стал самым юным хоккеистом национальной сборной Автором Хитрик В тот день, кстати, Костя в матче с голландцами в Эндховене Отметился даже не Хитриком, а покером Да, друзья Ну, то, что мы ожидали Естественно, что матч будет сложнейший И забиловать Разными и непредсказуемыми И нервными ситуациями Ну, а то, что в начале второго периода Ну, как показалось мне Опять-таки, может, кто-то из вас по-другому думает Не навязывая свою точку зрения Далеко вне самой бесспорной ситуации До конца матча удавил арбитр Олега Антоненко Ну, не засчитал Нашу еще одну шайбу, которую мы забросили Во втором периоде И тем не менее Тем не менее Характер, бойцовские качества Вы видите, какая Космическая заряженность Самоотдача Но вы правы Все Все определяет И дает право на те или иные оценки Конечно же, лишь конечный результат Впечатление об игре О каких-то моментах Может быть самое Разное, но Цифры на табло Это не только самое красивое Но и самое важное Ну и что Можно убегать Еще одна атака хорошая У нас получается Константин Кольцов Ай-яй-яй Если бы еще Встретился на пятачке Гробовский с шайбой Хотя Костя И сам мог бросать Но видите как Наши стараются Не просто тут Любой ценой Обеспечить его величество Результат Сейчас, наверное, сыграй Кольцов попроще Может быть Получилось бы И поэффективнее А вот Чуть-чуть Совсем Не хватило Миши Гробовскому Чтоб Шайбу Втолкнуть в ворота Самое главное Сборная Латвии Естественно Мы с вами, наверное, даже Не можем предположить Ох, как хочет отыграться А посмотрите Чьей В какой зоне Идет-то игра Большей части Уже, наверное, добрых Пять-шесть минут Это уж как минимум Сумели наши Сейчас исключить Ошибки Какой-то неоправданный Риски своих действий И вы сами видите Какой характер Приобрела игра Ну, понимаем мы Что в самой быстрой В мире игре Все может Меняться Мгновенно Моментально Посему там Не делаем далеко Идущих выводов Но Не знаю Пока Все идет В нужном нам русле Прессингует Лавинша и Саулов Анки Панс Нормально Сейчас тут Такого убийственного Произошло За что Олег Хмыль В боксе Для штрафников Ну вот 27 секунд До Финальной Сирены Даже вам не говорю Какие эмоции У польских коллег Сидящих рядом И не потому Что тут Как-то мы успели Подружиться Не живи Орекис налево Тамбив Два игрока Два игрока На нашей беточке До сборной Латвии Без вратаря Шесть полевых игроков Против Квартета Белорусов Ну какие-то Друзья Эпизоды Которые вам И так понятны Без моих Дополнительных слов Лишь по Видео По телекартинке Что зря Воздух Сотрясать Но тем не менее Вдруг Кто не заметил И шайба летит В пустые ворота И в каком-то Десятке сантиметров Но может чуть больше С рамкой Разминает Разминулась Лавинш Яркович Сеясь Лавинш Шабанов Все-таки Шайба Влетает В наши ворота За 22 секунды До выхода Олега Хмеля Но мы по-прежнему Впереди 4-3 Ох, какую нужную Андрей Башко Уже забросил Шайбу В этом периоде Смотрим Сеясь Сбросил До Шабанова Шайба не долетела Лавинш Ну и вот Со второй попытки По-моему Арман Сберзин 16-й номер Поразил таки Ворота Сергея Шабанова Швейцария Выиграла Со счетом 4-2 У Дании И вот на сей момент Мы знаем точно Одну из команд Которая Из финальной Олимпийской квалификации Пробилась в Турин Швейцарцы В родных стенах В Клотене Набрали максимум очков 6 из 6 возможных О том В какой группе Они будут играть В Турине Я вам уже сообщал Опаснейшая атака Нет Все-таки не живи Шайбу не достает Четыре минуты До окончания Третьего периода 4-3 Сборная Беларуси Выигрывает Скрастишь Рединский Грабовский Успел подставить Клюшку Летит шайба В угол площадки И сам Михаил Спешит к ней Костюченок 3,5 минуты До сирены Пантелеев Ну, друзья Сейчас абсолютно Тут лишнее дело Какие-то тактические Варианты Разбирать Вы сами понимаете Какой характер Матч сейчас Носит Кольцов Убегает Рядом поддерживает Грабовский Чуть Сошла шайба Стрюха И тут же ответ Могновенный Пантелеева Шабанов Первый бросок Отбивает А повторным К сожалению Латыши Заставляют Опять Беларусов Капитулировать Да Совсем недавно Вели бы 4-2 Уже 4-4 За 3 минуты И 2 секунды До конца Третьего периода Счет в матче Сравнивает Яни Спрукс Третья его шайба На турнире Вторая сегодня Пантелеев Бросает Успел свести Щитки Сергей Шабанов Но, к сожалению Шайба там Не зафиксировалась Вылетела на лед И Спрукс Вы видели С добиванием Ну, был вознагражден Что вел борьбу Там до конца Все-таки понадеялся Вдруг вратарь Так 100% Шайбу-то не остановит При всем при том Что нас устраивает Ничья Вы помните Но Какие сейчас Абсолютно Разные эмоции У команд Ну, не спешу тут говорить Что Психологическое состояние У Хозяев турнира Которые, казалось бы Сделали Невозможное Вот за какие-то Полторы минуты Отыграли Две шайбы Еще ж Надо даже Малейшего Малейшего Повода Авизосу Для удаления Не давать А как сыграть Без контакта Игры Без плотных действий Против соперника Чупрес Стас Там же Возле борта Не живи Выцарапал шайбу Тамбиев Дальше на ворота Не пошел Отбросил защитнику Скраснич Без плотных действий Александр Семенов Впервые в этом матче Выводит сборную Латвии Вперед 5-4 За 2 минуты 29 секунд До окончания встречи Оставили наши его Абсолютно одного На пятачке Третьего периода Третьего периода Три подряд От шайбы забросили Игроки Леонида Береснева Но казалось Заметили мы Наши уверенно Контролируемый ход матча Все получалось Латыши Абсолютно не знали Что делать И вдруг Вот так Все поменялось Субтитры Рединский с шайбой. Полторы минуты до конца игры. Давайте поволчу. Вы все сами видите. Гробовский. Прострел вдоль ворот. Вылетает шайба в среднюю зону. Рединский. Минуту и пять секунд еще играть в этом батче. Озалин. Рединский. 52 секунды до сирены. Чупри сбрасывает шайбу в зону. Рекис атакует его наш нападающий Тамбиев. 30 секунд до сирены. Тамбиев просто убивает время. Скрастин, Чуприс. Нет, шайба по-прежнему в нашей зоне. И Шабанова не можем заменить. Хмель. 10 секунд до сирены. Всякое поражение обидно. Но, друзья, на моей памяти более обидного поражения. Поражение, которого ну никак не заслуживала наша сборная. Сыплю вам соль на раны. Не могу припомнить. И до сих пор еще не верится в реальность того, что произошло. Да бог с ним совизался. Помогал. Видели за уши, как он тащил хозяева льда. Но что случилось с нами? Вот за какие-то там 2-3 минуты. Ну вот подошел Александр Туров. Судья сделал свое дело. Саша, так, наверное, и есть. Но от этого не легче. Судья судьей. Но еще в начале 16-й минуты третьего периода мы вели 4-2. Да, сколько отцов, матерей у побед мы знаем. Сколько там отчимов и мачех у поражений. Также это все второй известно как мир. Обиднейшее поражение. Ну, просто вот еще раз. Ну, никак наша сборная. Опять-таки, да, кто-то скажет. Сейчас мне язвительно посмотри на табло, если забыл. Но обиднейшее поражение нашей сборной. В Турин едет команда Латвия. Друзья, мы с вами, даже когда счет стал 4-2, не знаю, все вы свидетели и близко не полагали, что тут путевка, билет в Турин у нас в кармане. Нет, прекрасно понимали, что вторую осечку в борьбе с олимпийскую путевку сделает все возможное, чтобы в родных следах не допустить сборной Латвии. Ну и, не знаю, тридеры, конечно, разберут, кто был на льду в тот момент, когда вот эти роковые, третья, четвертая, пятая шайбы в наши ворота забрасывали. Все ли возможно, я там не знаю. Вратарь, защитники сделали в эти моменты. Это Михаил Гробовский и Григорий Пантелеев, лучшие игроки этого матча. Первый период выиграли 3-2. Во втором периоде была ничья 1-1. 4-3 вели перед... Ой, простите, первый период выиграли 2-1. Во втором периоде ничья 1-1. 3-2 вели перед заключительной третью матча. И вот этот третий период проиграли со счетом 1-3. 5-4. Общая победа сборной Латвии. 5-4. Общая победа сборной Латвии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последний, последний четверть и третьего периода Покоронил все наши олимпийские надежды. Ну, друзья, что поделать? Жизнь продолжается. В конце апреля, в мае, чемпионат мира.